Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня 12 августа 2023 года. Оперативное командование ЮГ сообщает о том, что на аэродромах врага много самолетов и ракет и советует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Враг продолжает наращивать стратегические ракетоносители и количество подготовленных ракет на оперативных аэродромах. На аэродроме Сальцы размещено 13 снаряженных Ту-22М3. На аэродроме Оленья 3 Ту-95 и 5 Ту-22М3. В Черном море не находится ни одного ракетоносителя. Вчера была там подводная лодка с четырьмя калибрами. Сегодня все ракетоносители заведены в пункты базирования. Но хочу напомнить, что неоднократно, когда сообщалось о том, что на боевом дежурстве нет ни одного ракетоносителя, пуски калибров все равно совершались. Они совершались с пунктов базирования, с бухт. Это, конечно, опасно, потому что может что-то пойти не так и взорвется все, что находится в бухте. Но, тем не менее, к таким действиям оккупанты прибегают для того, чтобы нанести своего рода такой внезапный удар. То есть никто его не ждет, так как нет ракетоносителей на боевом дежурстве. А они все равно калибры пускают. Все мы с вами прекрасно знаем события сегодняшнего дня. То есть была атака на Крымский мост. Проводилась она дважды. Были прилеты. Российская Федерация, конечно же, все отрицает. Но, тем не менее, фотографии, видео, которые снимают очевидцы, говорят все за себя. Ну и, в свою очередь, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляет об ответных ударах. О том, что данная атака не останется без ответа. И что я хочу вам сказать, что на тревоги реагируем в ближайшие дни обязательно. И дни, и ночи. Атаковать могут в любое время. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Я на связи. Как будет появляться или обновляться информация, буду сообщать. В Одессе сегодняшний день прошел спокойно. Воздушный тревог у нас. Ну, были воздушные тревоги, я имею в виду, атак на Одессу не было. Вот. Сегодня у нас был аншлаг на пляжах. Я вам показывал обстановку. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Мои предыдущие видео. Людей на пляже было просто море. Я не знаю, за вот эти последние два лета, как началась война, такого, по-моему, еще не было. То есть, ну, в прошлом году вообще людей на пляжах не было, потому что, ну, только люди заходили на пляж, их сразу же в моменте выгоняли. Полиция ходила, патрулировала, ну, как бы невозможно было там находиться, купаться. Вот в этом году никто никого не гоняет, но, тем не менее, людей мало и на пляжах, и в море. А сегодня прям высыпала, я не знаю, наверное, вся Одесса и вся Украина приехала, короче. Сегодня в один день к нам очень много народа. Ну, по крайней мере, вот этот контраст, он очень сильно ощущается по сравнению с последними, скажем так, вот этими днями, месяцами. И сегодня прям так народу нереально много, еще и сегодня суббота. Короче говоря, вот такие дела. Ладненько, держим, держим связь, друзья. До встречи, пока.